Всем привет друзья! Нас продолжают знакомить с ответами разработчиков на вопросы и предложения пользователей, а я продолжаю знакомить вас с самыми интересными, на мой взгляд. И, как обычно, я не буду перечитывать слово в слово вам все эти вопросы и ответы, просто буду их пересказывать. В этот раз была довольно большая порция этих ответов, но много из них уже повторялись, которые уже были где-то озвучены, где-то описаны, поэтому я повторяться не буду. Но это такие вопросы, типа как будет ли тренировочная комната, которая естественно будет, будут ли реплеи, которые естественно тоже будут. Все со временем. Я пройдусь по самым, опять же повторюсь, на мой взгляд, интересным. Те вопросы, которые меня волновали и о которых я, например, о каких-то моментах, о которых я не знал. Ну а вы всегда сможете перейти по ссылке под видео и ознакомиться с полным списком этих самых вопросов и ответов. Итак, начнем. Первое, на что я обратил внимание, это был вопрос по поводу режимов в игре. То есть это режимы, те самые, которые сейчас у нас есть, стандартный режим, когда у каждого по базе и кто быстрее кого-либо убьет, либо захватит базу. Режим захвата, когда одна база на две команды и кто быстрее ее захватит. Речь шла об этих режимах. И разработчики сказали, что будут придумывать однозначно еще несколько будет различных таких режимов. И к тому же для альянсов уже появится какой-то свой режим территориальные войны. Далее был вопрос, ответ на который меня немного смутил. Был вопрос по поводу, сколько уровней у построек, ну у тех самых зданий, которые на базе можно строить. И я точно помню, что когда анонсировали эти базы, говорилось о 8 уровнях. И я озвучивал в своем как-то видео, что их 8 уровней будет. Но здесь ответили, что их всего 5, но как бы они не будут привязываться к какому-то количеству ограниченному. Но на данный момент их 5 пока что. В дальнейшем их будет больше, это все будет расстраиваться, но пока так. Спрашивали про автоматическое обнаружение, на каком расстоянии оно происходит. То есть это то обнаружение, когда, независимо от того, видите вы ли врага или нет, то есть за зданием он каким-то или нет, если вы ближе какого-то находитесь расстояния к нему, то вы и он вас, соответственно, засвечивает по-любому. Сказали, что это расстояние на данный момент 50 метров. Хотя, честно говоря, опять же мне припоминаются в каких-то источниках, говорили про 30 метров, но видимо сейчас это 50 метров. Разъяснили также вопрос интересный по поводу маскировки. Дают ли эту самую маскировку упавшие деревья? Ответ был таков, что в любом случае сами кроны деревьев дают маскировку, а соответственно, если у дерева есть листва, то маскировку дают как кусты. Если там голая ветка, то маскировки никакой нет. Предложили также интересную штуку, которую я бы тоже хотел, чтобы ее добавили. Альтернатива нынешней починке модулев и выведенных членов экипажа лечению. Чтобы это можно делать, еще и зажав просто Ctrl и нажав курсором мышки на этот самый модуль или членов экипажа. На мой взгляд удобная штука, на что они сказали, что подумают, как это можно будет реализовать. Приоткрыли немного занавес по поводу третьего поставщика, которого собираются добавить. Я думаю, уже как многие слышали, это будет некий азиат. В общем, поначалу там будут только китайские машины, однако позже добавят уже польские, чешские и шведские машины. Рассказали также и по поводу высокоуровневой техники, будет ли в каждой ветке обязательно девятый и десятый уровни. В общем-то сказали, что такой как таковой задачи, именно чтобы прям везде были девятые и десятые уровни, нет. То есть вполне возможны ветки, в которых эти самые девятые и десятые уровни будут отсутствовать. Но с другой стороны, есть такие классы техники, в которые, ну, как бы там и так техники хватает интересной, и которую нужно будет добавить современной. И поэтому они в любом там случае будут. То есть, ну, как минимум, это будут в ветках ОБТ, в ветках ЛТ и ББМах. Там будут девятые и десятые уровни однозначно. По поводу артиллерии сказали, что десятого уровня на данный момент они не планируют добавлять. Также уточнили еще такой момент по поводу артиллерии. Как вы знаете, чем артиллерия дольше стоит на одном месте и стреляет, тем более точно на миникарте обнаруживается ее местоположение. А спросили, а если, к примеру, артиллерия будет стоять в течение, скажем, двух минут на одном и том же месте, не двигаться и не стрелять, будет ли забываться последнее это самое местоположение этой артиллерии? На что сказали, что да, такой какой-то именно таймер есть. Через какое-то время это самое местоположение забывается. Еще меня порадовали ответом на такой вопрос, будет ли на самом танке отображаться камуфляжная сеть, которую в будущем должны будут ввести. На что они сказали, что да, она будет отображаться, что на мой взгляд очень круто. Ну и закончу вопросы и ответы таким немного странным предложением. Ну, в общем-то, интерес не в предложении, а в ответе. А предложение было такое, что, а что если взять и убрать у игроков в статистике процент побед? Что якобы новичков это демотивирует и оставить просто количество боев и количество побед. Честно говорю, я когда был новичком, я это точно помню, мне абсолютно плевать было, какой у меня процент побед. Вот вообще до одного места. Ближайшие я не знаю, сколько тысяч боев, ну, может быть не прям тысяч боев, но пару-тройку точно тысяч боев. Я даже не знал о этом проценте побед, что он вообще есть. И тем более о том, что он там кому-то важен, кому-то интересен. Поэтому, ну, бред полный, как по мне. Вот, но, по крайней мере, они ответили, разработчики, то, что они добавят, видимо, какую-то такую галочку, которая будет давать возможность либо, ну, показывать остальным игрокам свою статистику, либо нет. Ну, а на этом все. Я надеюсь, что и вы тоже в этих вопросах и ответах для себя что-то узнали новое, интересное. Я продолжу такие выпуски, естественно, как только будут выходить ответы разработчиков. Правда, бывают такие у них какие-то промежуточные ответы разработчиков, когда выкладывают, но там, во-первых, вопросов и ответов этих мало. И они, ну, вообще там особо ничего интересного нету, поэтому такие я просто-напросто не озвучиваю. А когда будут выходить такие большие и интересные, то я, естественно, буду делать по ним выпуски. Так что, если понравился выпуск, ставьте лайки. И если хотите увидеть следующие, обязательно подписывайтесь на канал. Ссылочка внизу, красненьким выделена. Так что, всем до встречи, пока-пока.